Согласно Веческому Писанию, долг каждого человека — достичь совершенства. И Веческое Писание классифицирует жизнь людей, потому что невозможно достичь сразу высшего совершенства. Просоветов быть последовательным, разумным, основанным на природе и знаниях людей, на их качествах. Поэтому от этой природы людей есть различные рекомендации, различные процессы, предлагаемые ведами. Так много есть разделов специальных. Природа Бога — она едина, одна, но природа людей разделена на части. Это называется обусловное существование или индивидуализм, эгоизм, маханкара. Это наше материальное существование, что у каждого есть своя истина, свое представление о совершенстве, свои собственные планы и прочее. Это разделенная истина на части, разгробленная, ее нужно собрать вокруг совершенства. То есть связь иметь с полным целым или совершенным источником. В этом суть йоги — связь. И ведая писать эту иерархию, эта иерархия различных уровней сознания не отрицает саму себя, а поддерживает. Так же, как низшие начальные ступени поддерживают высшие, а высшие поддерживают низшие начальные ступени. Это подобно такой образовательной школе, где есть разные классы, они существуют все в одном заведении, они прекрасно сотрудничают, помогают друг другу. Вся суть священное писание может выражаться в отношениях. Как говорит Нарда Муни, он объясняет эту Труймаградзю, ребенку. И там нет времени объяснять ему все физические книги, всю науку, философию, потому что Труймаградзю всего пять лет. Нарда Муни это мудрецов-мудрецов, богов-мудрец. И он может эту науку выразить в трех словах. И он выражает эту науку в трех словах. «Достичь совершенства ты можешь, служа старшим слушай, дружа с равными и помогай младшим». Она выражается в упрощенном виде вот таким вот образом. Если мы говорим о том, кто выше и кто ниже, это не должно быть противоречием, иначе это не относится к абсолюту. Это относится к эгоизму. Поэтому долг высших классов людей – служить всем остальным. Так определяется в совершенстве жизни по способности служить. Не по способности эксплуатировать, а по способности служить. В материальном мире мы видим отражение этого извращенное, что есть эксплуатация. Если мы хотим достичь совершенства в жизни, нужно устранить этот принцип полностью. Для этого мы получаем посвящение. Хотя мы находимся на разных уровнях в практике. Но мы получаем посвящение к единой цели. Единая цель описывается как чистая бхакти, чистая любовная и преданная служение – вершина всей деятельности, всех процессов. Это венец. Венец психических писаний. Это совершенство жизни. Даже самые великие личности этого мира, говорится, стремятся обрести чистой бхакти. Это не так легко. Так же совершенство означает, что есть знания у человека. Это тоже относится к совершенству. У него есть безупречное поведение. Это тоже относится к совершенству. У него есть качества возвышенные, потому что совершенство означает качество. Это тоже совершенство. У него отсутствуют пороки. Это тоже совершенство. Но высшее совершенство, которое порождает все остальное благоприятное автоматически. Это как свет солнца. Он появляется, и все остается благоприятным. Автоматически. Это чистое, любовное, преданное служение. Бескорыстное. Вершина совершенства. И посмотрите, что говорит Рупака Свами о чистом преданном служении. Он объясняет некоторые начальные характеристики преданного служения. Из книги. Нектар. Преданности. Это краткое снижение. Бхакликс Мадисинду. Шлупа Пады. Книга написана специально для тех, кто будет практиковать чистое преданное служение. Если у нас с вами. И здесь не важно, кто имеет какое положение для рождения или статус. Не важно ашрам. Важно просто желание. Эти принципы сразу же передаются. Потому что чистое преданное служение, хотя и является вершиной совершенства, уникальность процесса в том, в том его могущество, что этим процессом, этой практикой может заниматься любой человек. Даже ребенок. Пожилой, молодой, мужчина, женщина. Обычно рабочий или управляющий. Любой национальности. Глупый или умный. С плохим характером, с хорошим характером. Суть в том, что Бхакти водождает все самое лучшее в человеке сам по себе. Если он искренний Вашнав. А кто такой искренний Вашнав? Это тоже просто. Тот, кто стремится общаться с Вашнавами. Он наделен еще многими недостатками и несовершенствами. Но он стремится. Интерес ведь в том, чтобы общаться с чистыми Вашнавами. Это будет совершенно человеком. Автоматически. Если он общается, он перенимает все качества Бхакти. Почему он перенимает эти качества Бхакти? Потому что они естественные. Это происходит естественно, как от огня зажигается другой огонь. Он точно так же говорит. Если мы им делаем сырыми дровами и нет источника огня, то мы в печали. Где, как же, чем дрова сырые. Что с ним? Если есть источник огня, никакой печали нет. Положите их близко к огню. Они просохнут. И загорятся. Каждый может это сделать. Поэтому общение с Вашнавами ставится на важнейший принцип. И здесь он описывает. Он говорит, что чистое преданное служение имеет шесть отличительных черт. Послушайте, пожалуйста. Говорит Рупа Госвами. Мы все с Вами Рупа Ноги. Мы последователи Рупа Госвами. Шестеро Госвами излагали в учение Господа читание Махпрабуа. По чистому преданному служению. Они описали подробно. По наставлению и читанию. До этого чистое бахте не описывалось. Это не так просто писать чистое преданное служение. Шесть отличительных черт. Первое. Чистое преданное служение немедленно избавляет от всех видов материального страдания. Немедленно. Кто страдает? Чистое преданное служение. Немедленно избавляет от всех. Не то, что Вы не чувствуете жары или голода. Болезни не придут. Все это может быть. Но присутствие чистого бахте, Вы это просто не заметите. Вы даже будете благодарить Кришну. Вы не будете страдать от него. Болерите, но зачем же страдать? Ссоритесь, но зачем же страдать? Зачем страдать? Зачем причине другим страдания? Все можно делать в сознании Кришны. Даже ссориться можно в сознании Кришны. Знаете? На галоке в арендовании очень часто ссорятся. Только слышно, как Кришну критикуют. Если Вы хотите кого-то критиковать, то критикуйте Кришну. Там есть за что критиковать. Он не постоянный. Если говорить о Боге, Бог, Он постоянный. Бог есть Бог, но Кришна не постоянный. Он как бы играет с нами, как будто Он не Бог. И вправду можно поверить, что Он не Бог никакой. Да и жители Вриндауна так и думают, какой же Он Бог. И что это Бог? Да нет, мой сын. Суба, матхуба, мы с ним играем каждый день. Мы на лопатки выкладываем. Мы боремся. А вы говорите, что Он Бог? Ну какая разница, может быть и Бог нам какая разница. Мы любим Его. Вот и все. Это чистая практика. И это интересно, что Кришне нравится именно такое отношение к себе. Когда ему поклоняются полубоги со всеми ритуалами и молитвами, он не так удовлетворен, когда его критикуют жители Вриндавана. Или ловят гопи, когда он ворует масло и наказывает его. Вот там по-настоящему счастье Бог. В своем доме, в своей обители. Но он очень коварный Бог. Что такое бахтия? Это школа плача. Вы будете все просто плакать в итоге. Ведь он же все привлекает. Ведь нет никого равного в его красоте, богатстве, знании, могуществе, славе. Все, что он говорит, все, что он делает, завораживает. Чех забывает о материальном существовании полностью, как копия. Ему уже никакие материальные ценности не кажутся ценными. Если он видит Кришну, общается с Кришной. И Кришна привязывает эту тушу к себе по-настоящему. Он отвечает так же. Если вы говорите, Кришне, я тебя люблю. Если у вас вырвалось такое вдруг, вы увидели. Он отвечает, что вновь раз больше. Точно так же. Вы будете в шоке. Вы еще больше будете в шоке. Страшно признаться, что я его люблю. Это же не так-то просто признаться. Но у вас вырвется это все равно, потому что вы на самом деле любитесь. Это любовь у Бога. Она вырвется, собака вырвется из чистого сердца. Стоит тут соприкоснуться с чистотой. Она вырвется из сердца. Вы признаетесь в любви. Кришна вам тоже признается. Арьбола, так Арьбола, конечно. Что будет дальше? Это я говорю перед инициацией, что вы еще раз подумали. Потом вы подумаете, все, Кришна мой, навечно. И он исчезнет. Это я правую говорю. Это я не скрываю, собственно говоря. Это описывается в Писании. Он исчезнет. Покинет вас. И будете скорбеть. В глубокой скорби будете критиковать. Почему так? Ведь мы же полностью преданы ему души. Гопи так говорит. Почему он бросает? Почему он покидает Вриндау? Он уезжает в двороку. Он живет теперь другой какой-то жизнью. Он, наверное, все забыл. Это были самые сокровенные минуты нашей жизни. Это была вершина совершенства. Мы танцевали с ним ночь Брамы, Раса Лилу. Нет ничего совершения этого танца. Но он покинул нас. Почему? Почему? Он больше не танцует с нами? Вот вопрос. Нет, лучше было бы в обществе не знать. Робокат с вами так же все это будет. Это называется раз, раз. Но интересно то, что когда преданные ощущают эту связь, любовь, разлуки, немедленно покидают ее все материальности. Он больше не интересует ни рождение, ни смерть, ни старость, ни болезнь, вообще это не затрагивает его ум, его сознание. Он обретает Кришну в сердце. Он становится абсолютно неуязвимым для гун материальной природы, для влияния времени. В самых суровых катаклизмах он выживает. Они не касаются его. То есть при этом обретает огромное могущество, любовь дает ему огромные силы. И он даже через миллионы лет ходит стремиться к Кришне. Да хоть миллиарды лет он отступит. Когда я с почтой сказал, Мухунди нет, Мухунда не увидит меня. Он притворяется преданным, он ходит здесь накиданный, а потом ходит собрание к моей воде. Поэтому все получили милость, Мухунда не получит все. Передайте ему об этом. Мухунде передали, он всегда не потерял. Что он никогда не видит Господа Читанию. Тогда какой же смысл? Зачем такое? Что это такое? И преданные снова пришли, упали в ноги у Господа Читанию, молились за Мухунду. Вот еще способ, как получить милость. Через преданных. Он подчиняется любви своих преданных. Его невозможно победить, но преданный. Подчиняется своей любовью. И он смягчился, ну хорошо. Хорошо, раз вы просите. Мухунда увидит меня через миллион жизней. Через миллион рождений. Передайте. Вот. Мое снисхождение. Мухунда Читанию Махапрабу сказал, что ты можешь увидеть его, но через миллион жизней. Мухунда. Мухунда вскочил. И в радость стал танцевать в экстазе. Через миллион жизней. Я увижу. Увижу Махапрабу. Увижу его. И он тоже Господь Читанию Завел. Так. Видите его срочно сюда. Это честь. Это даже когда ребенок плачет. Какая мать может долго смотреть? Так же говорится. Плачьте как ребенок. Зовите его. Кришну. Он конечно Бог. Но вас это мало интересует. Вы пришли сюда не из религиозности. Я тоже пришел не из религиозности. И даже не из философского поиска. Это все помогает. Но цель то. Чистое преданное служение. Это избавляет немедленно всех материальных страданий. Второй момент. Чистое преданное служение благотворно для всех. Кто-то может подумать, что он благотворно для индусов может быть. Индийские одежды здесь. Божества тоже. Традиции сейчас. Хотя. Хотя сейчас находят места, где поклонались божества. Не только в Индии. Оказывается, посоломируют. Только в едином культуре. Кто-то может думать, что у меня природа мясоеда. Это для меня не подходит. Я пью русскую водку иногда. Попросту. Как я могу практиковать? Каждый может практиковать. Даже алкоголик. Даже Чандала, который ест собаками. Да. Он может думать, я такой падший. Я хоть что-то для Кришны сделаю. И Кришна примет. Его честность и искренность Кришна примет. Безусловно. Потому что он великий. Он ничем не принадлежит. Он даже малейший привык и баки заметит. И поддерживает человека. Он потрясающий. Он невероятный. Потому что, когда Путана пришла убить его. Накормив грудью смазанной ядом. Она притворилась матерью для младенца. Все поверили в это. Она пришла в алкоголу. Она смазывалась соски ядом, чтобы Кришну убить. По научению Кришны. Да ей, собственно, нравилась такая работа. Она этим и занималась раньше. Всю свою силу ведьма она брала из убитых младенцев. Она выпывала жизненную силу из них. И стала очень могущественной. Когда Камса приказала убить Кришну, она разгротаться сказала. Конечно же, это сделаю. Это моя профессора. Я ведьма Кечари. Я могу летать на ветках деревьев. На пространстве. И Кришна принял ее молоко. Она превратилась в богиню. С небесных. Ведьма была очень искусственной. Да жизнь не вредна. Она пропустила ее за ее заслепительной красоты. Она пришла, чтобы наградить Кришну. И Кришна выпил у нее. И молоко, и яд, и всю жизнь. И самое удивительное, что он принял его как мать. Она достигла духовного цели. Так то, что был Кришна. Ее обрекуют убивать, а он принимает как мать эту женщину. Он сказал, да, она пришла убить меня. Поэтому я ее убью, конечно. Но она же хотела наградить меня как мать. Поэтому я приму как мать ее. Она вспомнил той и другой. Так к кому же мы должны обратиться, как не Кришне говорит? Если даже мы случайно что-то хорошее сделаем, Кришна всерьез стремит. А если случайно совершим ошибку, он не заметит. Апетит Судурачар, он говорит. Все равно продолжай его себе садху. Но он нечаянно что-то совершил. Судурачар очень трудно поступил. Ну и что? Он же практикует, он не стремится дальше. Он садху. Неопричать не понимает. Поэтому даже человек не очищенный, не подготовленный с точки зрения физической культуры. Потому что мы не родились в своей физической культуре. Мы родились в своей физической культуре. Мы родились в своей физической культуре. Не знаю, как с их культурой. Есть название какое-то. И тем не менее можно успешно практиковать преданное служение. Это фан. Третье. Чистое преданное служение само по себе приносит человеку трансцендентное блаженство. Мы еще в счастье. Но само по себе практика преданное служение приносит счастье человеку. Ничто другое. Вы можете быть счастливы просто повторяя по рекламу. Следуя принципам. Приготавливая процад. Угощая других. Очень просто. Просто придя к алтарю, предложив цветы. И в это время почувствуете себя очень счастливым человеком. Но здесь, конечно же, говорится о чистом преданном служении. Поймите правильно. Потому что есть и не чистая преданная служение. Оно может быть не приносит полного результата. Но оно становится чистым постепенно. То есть это практика. И наиболее искренне и решительно они дойдут до цели обязательных. Я знаю, что у нас в этом очень много недостатков. В себе тоже полно недостатков. Но с одной из преимуществом мы собираемся или уже следуем чистому преданному служению практики. Это наше очень серьезное достоинство. И огромный выгод. Удача. Потому что чистый преданном служении предназначен не для сектантского какого-то мышления, а для всех людей. Счастья для всех людей. Это само по себе делает человека счастливым. Любого. Любой человек ищет счастья, где бы он ни жил. И в Китае сейчас занимаются преданным служением. И в Казахстане недавно тут занимаются преданным служением. И в Европе есть, там все занимаются преданным служением, кого я знаю. Все грузные, все преданные. Ни одного непреданного не увидел вообще. Берлин, Париж, везде одни преданные. Встречают, провожают, кормят. Даже в Омске, в Сибирь вглубое. Приезжаешь тут одни преданные. Не в Томске, только что. Центр всей планеты. Четвертое. Чистое преданное служение достигается очень редко. Испугались? Не пугайтесь. Вы есть и редкие души. Оно начинается с момента посвящения. Все, у нас есть начало. Ну, после Ягги будет. Если много пробок проведет, то по его милости возможно. Очень редко это означает, что то, что мы получаем преданное служение, тут у Бхакти, будьте внимательны, не потеряйте. Не держите при себе. Бхакти нельзя держать при себе. Его нужно распространять. Если у вас есть что-то на сердце сказать, Бхакти вы должны говорить. Иначе Бхакти засохнет. Это живое существо Бхакти. Это не персональная энергия, это живое существо. Это взаимоотношения божественные. В словах, в танце, в мыслях даже. Если не можете сказать, неудобно или место не позволяет. Вы можете в мыслях это делать, в сердце это делать. Можете с Кришной общаться в сердце. Всегда общайтесь с ним как с личностью. И всегда пытайтесь задать ему какое-то удовольствие. Хорошим словом ли, подарком, цветком ли, или фруктом принесенным, с любовью. Вот и все. Весь секрет только в этом. Очень просто. Это самая простая практика. И самая трудная, потому что человек все привык делать для себя и жизни. Много жизней мы прожили в эгоизме. Много жизней мы служили своим чувствам. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Сказал сонатом на газами, когда пришел Господь в читании. Я столько жизней служил своим чувствам. И что же? Они до сих пор не довольны. Нет результата. Скажи мне, что же должен делать, чтобы достичь совершенства? Спаси мою душу. Пятое. Те, кто занят чистым преданным служением, смеются даже над освобождением. Преданные постоянно смеются. Над людьми смеются, критикуют. Над родителями тоже смеются, критикуют. Потому что не знайте чистым преданным служением. Нет, дорогие мои. Смейтесь над освобождением. Вот тогда вы будете называться чистым преданным. Не друг на друга может смеяться. Нет тем, кто ниже, ни венечащий, или несчастный, или глупее. А над освобождением, потому что эта и ведьма освобождение преследует каждого человека. Она находится в уме. И каждый желает обрести для себя освобождение при помощи духовного. Так вот чистый преданным смеется над освобождением. Оно не нужно ему. Зачем мне освобождение, растворение, все они брамана, если я там не смогу служить Кришне? Какой смысл? Так это же ад, а не освобождение. Он смеется над освобождением. Кто стремится к освобождению? Это глупо. Вы думаете это совершенство? Да вы упадете оттуда. И снова материальный мир, потому что чувства снова привлекут к материальной деятельности. Им нужна деятельность. Что же вы там будете делать? Вы сольетесь просто. Умствующие глупцы, говорил Шангар Чай. Вы должны воспевать имя Говинды, а не измышлять эти вещи от совершенства. Не освобождение. Потому что момент смерти, это ваше освобождение, не спасет вас на самом деле. Не спасет, говорит, не спасет. Умственно вы крутосты не спасут. Воспевайте имя Говинды, воспевайте имя Говинды, воспевайте имя Говинды. И шестое самое главное, послушайте, очень важный момент. Самый важный момент. Крупа Госвами, все, в шести вещах, смотрите, дает такое определение, удивительное факт. Но было получено Господом читание, описывая все. Чистое преданное заслужение, единственное средство привлечь Кришну. Вы привлекаетесь Богом, это хорошо. Но Он привлекается нам, это просто. Стоим на лето. Может быть, не стать богаче, чтобы Бог привлекся мной? Может быть, лучше одеться, просеветь? Может быть, дом какой-то творится, золото построить, и Кришна привлечется? Нет, ничем не привлечется. Здесь золото нет, здесь только есть желтое из поражения, говорится. Таким золотом его не привлечу вообще. Настоящее золото наголоко от хали. Там даже золото занимается, чисто грязно. Вот это настоящее золото. А это золото только ввергает нас в пучину проблем. Воин, разногласия, насилие, все это золото. Кому он нужен, это золото? Это золото нужно все отдать Кришне. Тогда что-то ценное получится. Ну а если преданный занимается преданным служением, чистым, с любовью, Кришна привлекается сам таким служением. Сам является преданным. Кришна всепривлекающим, но чистое преданное служение привлекает даже его. Это значит, что чистое преданное служение, являясь внутренней энергией Кришны, обладает даже больше трансцендентной силой, чем он сам. Вот такой процесс нам дает Шофру Базер, чистое преданное служение. Несмотря на наш уровень. У нас нет духовного уровня, поймите правильно. Духовного уровня еще нет. Но то, что мы приняли чистое преданное служение как практику, означает, что духовный уровень уже есть в этом. Пока мы следуем этой практике, нас нужно считать на духовном уровне всех преданных. Уже как освобожденный душ принимают. Они пришли к цели практически. Осталось совсем немного времени, чтобы достичь окончательной победы. Над собственными чувствами и материальными желаниями. И начинается преданное служение до смешного просто. Ни один йог не может в это поверить. Йог мести. Просто повторять. Харе, Кришна! Харе, Кришна! Кришна! Харе, Харе! Харе, Рама! Харе, Рама! Харе, Рама! Харе, Харе! Вот и все. Больше ничего не нужно. Ну, 16 кругов, это 16 кругов. не один раз перед обедом не упрощайте до каких пор это нужно повторять да да меню 16 кругов это посвящение мы хотим чтобы трансцендентная вибрация проникла в сердце а это требует вы заметите что по мере воспевания святого имени на глазах при этом будет трансформироваться потому что стоимость проникать глубже 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 с каждым днем с каждым днем с каждой вашей попыткой будет происходить трансформация и когда будет в сердце все закончится усилия больше не нужны будете воспевать в экстазе каждому дню свежим потому что это и есть наша изначальная свечная природа быть в экстазе чистое не прерывайте этот процесс он должен быть постоянным нитья бхагавате севая служение должно прерываться мамча йо бьябхичарина бхагти йогина севате бьябхичарине не прерывайте но это непрерывная преданность уже не дает удивительный результат вы поднимаетесь над гудами материальной природы если не прерываете процесс не рекомендуется сжигать огонь а то время туда наливая воду или сразу после то есть не переживайте процесс не заливайте огнем это значит минимум шестнадцать кругов процесс не прерывется можно больше но это наши и мы видим что преданное дают обеты и годами практикуют очень успешно однако задача майя заключается задача майя в этом заключается остановить любой ценой устроить проверку что бы она не предлагала что бы не происходило но ее цель остановить преданность когда преднадумают ой как трудно и тут несправедливо и тут такое происходит все не буду заниматься преданным служением в таких в таких обстоятельствах майя он был сбит с толку внешние обстоятельства и каждый из нас столкнется с каким-то несовершенством своим окружающего мира окружающих людей с каждым будет сталкиваться справедливостью несправедливостью приятным неприятным с друзьями с врагами с разумным настроением в течение этой жизни мы пройдем все испытания я не пропадаю пожалуйста в этой жизни попытайтесь завершить до конца процесс потерпения даже когда майя пытается бросить нас в это и удается все равно продолжать вставать потому что искреннюю душу господь сам если даже думаете все я не могу больше я пытался но видимо в моем случае не работает парампор видимо я какой-то особый негодяй или может быть много вокруг негодяев тоже всем допрям я не знаю я просто больше дальше не могу и все же вы плачете хотите достичь этого и все же пытаетесь кришна сам потому что он больше всех в этом заинтересован но присутствие кришны появляется мая привлекательна в отсутствие бога говорится она непреодолима но присутствие бога ее просто не замечают кришна настолько привлекательны что даже даже другие экспансии бога не так привлекают пред это такое близкое родственное кришне что это же концепция бога и стоит доминировать в умах людей кришна прячется во вредовании иногда всякие игры да вот эти прятки иногда он прячется от гопи гопи ищут они чувствуют разлупу конечно они будут бегать после вредового искать кришну они же чувствуют острую разлупу вечно спутник кришны я тем не менее частички его и кришна разные трюки придумывает разные энергии использует майя чтобы прятаться и однажды он принял форму Нарайана в четырех руках форму Нарайана величественную не эмоциональную без изгибов без взгляда без улыбок для поклонения и гопи увидели форму Нарайана и говорит Нарайана сам спустился он сказал поклонны тебе и верховный господь ты Кришну не видел? это был Кришна ему удалось спрятаться ну где Кришна? ты же Нарайана все знаешь ты же вездесущий ты же скажи где Кришна? где он прячется? ну Нарайана ответил так две руки одну руку вверх другую вниз направо налево везде Кришна бог везде а этот Нарайана ничего не понимает я совсем не об этом спрашиваю ну что Кришна вот вот сагуна рядом с нами который находится кто-то будет играть с нами спрашивать что-то отвечать шутить обманывать иногда ну вот везде они махнули рукой и бежали в поисках Кришны Радхарани позже прибежала и тоже увидела Нарайана поклонны тебе и верховный господь сказал я Кришна и она спросила где Кришна там была такая чистая баба потому что как в Радхарани ни у кого нет такой чистой бабы что Нарайана стал дрожать и две руки у него ослабли стали исчезать а у других стал повелеться почему-то в флейту он стал как-то изгибаться странно и Радхарани у чего ничего не делается что странно но Кришна принял все свои усилия полезны чтобы обмануть Радхарани и снова приняли форму Нарайана и снова руки вылезли плита исчезла Радхарани статус так 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 а это же Кришна он не может спрятаться все игры построены именно на этом что предыдущие его найдут вы думаете бог не может спрятаться в материальном мире никто не может его найти никто но чистый предный где угодно где не появится там Кришна там Риндавр Кришна не может спрятаться из чистого предного вот поэтому предыдущие может давать Кришну другим потом пропаду говорить о Кришне вот кого встретить говорите о Кришне используя разум опыт свои качества все самое лучшее таланты Кришне нужно представлять очень возвышенно нужно очаровывать нужно очаровывать потому что это Кришна это не степое поклонение фанатичное это не глупость очередная какая-то сектантская это наука наука бхакти йоги и пропаска все просто повторять 16 кругов соблюдайте 4 принципа про принципы мы даже сразу не говорим людям они потом сами спрашивают когда испытывают вкус воспевания они чувствуют как это хорошо они сами интересуются и хотят хотят следовать этой практике кого-то насильно заставляли и тут не есть мясо нет? никого? но никто никогда не коснется этой продукции это добровольный выбор а выбор означает могущество почему люди не могут бросить курить? не могут сделать выбор вот проблема их не научили делать выбор мы же свободные люди смотрите на свободу выбора но они не могут они не могут они не могут выбрать хорошие вещи они даже знают что это хорошо и не могут поэтому повторяйте очень внимательно каждый день Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Гарри, 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 Рама, Гарри, Рама, Гарри, Рама, Гарри, Гарри. Мы обретем могущество выбирать самое лучшее, самое недоступное и во сне, и с не во сне. Видишь, это наше право, потому что мы его частички. Процесс век Кали очень легкий. Воспевание святого времени, песни, танцы, фестивали, просад, хорошее общение, хорошие семьи, воспитание детей, в духе счастья, преданного служения. Как вы понимаете, что эта практика изменит все вокруг? Потому что суть очень чиста. Если даже у преданного сердца до конца нечистого, он себе не позволяет действовать. Он себе может контролировать преданное, очень ценно. Даже когда имеют недостатки, мы их не критикуем, потому что они свою жизнь посвятили кришникам. Ведь святое имя чисто остается в устав такому преданному. Мы не имеем права критиковать таких преданного. Это первое оскорбление, первое препятствие, которое будет нам мешать достигать совершенства. Склонность к критиковать преданному. Которые посвятили свою жизнь, преданному служению, воспеванию самого имени. Если мы получили посвящение, значит, что мы посвятили свою жизнь и воспеванию. Такой человек перестанется чистым, несмотря на то, что он имеет недостатки. Это человек, который нечистый, стоит под душем, он перестанется чистым. Но в процессе. Второе оскорбление, когда человек думает, что имена великих полубогов Вселенной равны или независимы от имени Господа Вишны или Кришны. То есть нельзя на один уровень ставить никакие другие имена, кроме имен Бога. Это считается ошибкой истреблением. Неправильное мышление, неправильная практика. Как вы понимаете, весь секрет находится в умонастроении, когда мы воспеваем. Что мы думаем, как мы относимся к жизни, к преданным, ко Вселенной, ко всему остальному, к энергиям. Как мы взаимодействуем. Вот это самый важный момент при воспевании. Эти недостатки уже есть. Ну что-то думаем о себе всегда хорошее, что-то всегда думаем о себе не очень хорошее о других. Уже все это есть, уже все работает против нас. Но мы должны просто повторять святое имя. Это мантра, астана, он становится мантрой, джапой. Кришна становится мантрой для нас. А мантра значит, ум очистится, очистится. Мы не больше, больше не будем думать. Не будет сил, не будет интереса думать. Никакого вкуса не будет. Интересно думать и критиковать кого-то. Копаться в какие-то недостатки. Как пчела, у нее не такого вкуса. Но мухи есть такой. Трансформация, мы переродимся. Потому что мантра это Кришна. Есть духовный учитель, который нас будет вести на этом пути, внимательно наблюдать, чтобы мы не сбивались с духовного пути именно. О чем Кришна говорит? Сменить профессию или не сменить профессию, что нас спрашивают. Остаться воином или стать браманом? А Кришна говорит, думай обо мне. Вот и все. Вот и вся, вся Бхагапатрита в этом заключается. Придай степень и думай обо мне. Это все. Во многом они говорят. Но вывод таков. Думай обо мне. Вот это и сознание Кришны. Поэтому нужен гуру. Что бы мы ни делали с вами в этом мире. Как бы мы ни прожили по своей судьбе. Несчастной или счастливой. Но формула остается прежней. Думай обо мне, Кришна говорит. И гуру будет говорить. Думай о Кришне. Думай о Кришне. Повторяем вам. Майя может напугать. Такие волны поднимаются. Знаете, войны бывают. Все бывает. Старость может прийти. Смерть может прийти к человеку. Болезнь может прийти к человеку. Потери могут. Приобретение. Все переживем с вами. Но думай обо мне, Кришне. Я тебя защищу сам. Поэтому нужно быть внимательным к наставлению духовного учителя. Не пренебрегать им. Это третье правило. Четвертое правило. Нельзя критиковать велическую литературу. Острые писания. Мы считаем с вами самые непримиримые острые принципиальные писания. Где высочайшие стандарты частоты преподносится и отвергается все остальное. Отвергается религиозность. Отвергается экономическое развитие как смысл. Отвергается чувственное удовлетворение. Даже возвышенное. Отвергается даже освобождение. Вот каких-нибудь. Не верьте в религиозность. Или в экономическое процветание. Верьте в Бога. В отношении с ним. Об этом речь идет. Это очень высокий стандарты. Но он критикует материальные привязанности тоже. Даже семейные. Не будет слишком привязанных к семье. Не развивайте эту привязанность. Потому что такая привязанность даже у коров и ослов написано. Писание. Принимайте это смиренно. Даже если еще не все можете делать. Уважайте священное писание. Это правильно. Это правильно, потому что это временно. И семья даже временно. И самые большие ценности в этом мире тоже временно. Поэтому сильно не привязывайте. Исполните долг. Любите, но не привязывайте. Не развивайте чувство собственности, эгоизма. И в этом корень страданий. Перевережьте к Кришне. Думайте о Кришне. Помните свои обязанности. Семейные, профессиональные. Пятое оскорбление. Когда человек интерпретирует на свой лад значение святых имен Бога. Есть много людей способных. Тонко чувствующих, экстрасенсориков владеющих, интеллектуальных. Они любят давать свои толкования. К всему, о чем они думают. Они всегда свое мнение хотят выразить. Будьте осторожны в этом случае. Потому что никто из обычных, даже великих людей, не сможет вам объяснить истинный смысл святого имени Бога. Нет такого описания. Единственное описание и объяснение, что это сам Бог. Вот и все. Представьте, каково же могущество Бога. Что он может присутствовать посредством своего имени. Одного имени достаточно, чтобы освободить все. Все реально говорил Господь, читаем. Потому что обладает всеми энергиями это имя. Всеми, всеми, всеми. Ох, в звуке. Именно так говорят очарии. И мы должны остановиться на этом понимании. Поэтому мы просто просим Кришну за имя непреданного служения. Потому что именно преданное служение открывает твою природу. И на самом деле, в любой же мысли, что так устроено. Если вы любите человека, он раскрывается перед вами сам. Он доверяет вам. Это природа Кришны. Он доверяет. Если человеку есть любовь к Богу, он доверяет ему. Он говорит себе. Смотрите, ведь он рассказал себе все Арджуне. Мы читаем Бхага Вагдита. Кришна рассказала ему другу. Арджуна, расслывай свое сердце. Это не какой-то трактат философский или нравоучительный. Это Кришна рассказал. Расслывай себя. Он написал ему, что ему дорого, а что нет. Это очень сокровенная беседа. Самое сокровенное знание, говорится там. Шестое оскорбление, когда Фред не думает, неофид, что наверняка преувеличена слава святого имени в Писание. Преувеличили его специально для того, чтобы привлечь последователей к этому процессу. Харидас Токур когда-то говорил о святом имени проповедовал. Это великий спутник Господа читали. Намачария. Мы поклоняемся ему, как намачария. Высший знаток намататвы. Науки святого имени. Это великая наука. И он сказал, в звуке имени есть форма, есть вкус, есть цвет. Если сезонят, там есть все и больше, чем вы можете представить. Достаточно воспевать святого имя, чтобы получить освобождение. Не думайте об освобождении. Просто воспевать святого имя и вы получите его. Зачем вы какие-то сложные процессы предпринимаете? Теряйте время даром. Эту проповедь слушает Браман Смарта. Смарта означает, что ученый человек, он знает Писание. Но он знает только правила Писания. Он не знает цели. Нет любви у него. Будьте осторожны в этом плане. Не дадите Смарта Брамана. Думайте, понимаете, что это цель важнее всего. Правила Писания важны только тогда, чтобы человек знает, зачем это нужно. Этот Браман возмутился. Особенно потому, что Харидас был происхождением из мусульманских семи дней. Не индусский, не браманического происхождения. А это был Браман Смарта. Общество обычно уважает таких людей, их положение, их интеллект. Он учитель. Просто сразу видно, что ты неискорожденный. И тебе касаться вет нельзя. Посмотри, что говорят Писания. Достичь освобождения просто воспитывать святую. Да посмотри, что они говорят. Ты нужна много жизни, аскет, религиозных практик. Йогой заниматься нужно. Сколько благодарности нужно, пока ты достигнешь освобождения. А ты тут что проповедуешь? Просто повторяю какие-то имена, человек получает освобождение. Да я тебе нос отрежу, знаю. Ты же разрушаешь все веты. Люди, кто слушали Харидаса, не понял, блаженство, когда он говорил. Но тут они просто испугались. Это был бы не вправо, да. Но Харидаса, он сколько не спутился. Он очень спокойно и смиренно ответил. Если святое имя не освобождает, я сам себя нос отрежу. Даже тень святого имя не освобождает, он говорит. Что же говорить о чистом воспевании святого имени? Так он просто отрежет. Через три дня у Брамана отвалился на усмотрение. Такая вила суровая. Но как бы люди поняли, что говорят, да справа. Так что избегайте смарта Брамана. И не становитесь смарта Браманой, без носа можно остаться. Лично защищайте им на свои чистые премии прежде всего. Куда же пойдет искать защиты? К родственникам, государству, сильной мира сего. Или пойдет побираться по свету. Он найдет, должен найти что-то. Если ему что-то не хватает, он будет искать, куда он пойдет. Но куда пойдет преданный? Преданный, как птица Чатака. Он никогда не спустится с облаков за водой, никогда не спускается вниз. Она всегда придет в руку, только в руку. Он только кришне обратится. Кришне думает, кто же защитил, кроме меня? Рядь, если он защитил своего преданта. Агам, твам, сорвам, по петлю, говорит, всех, всех, всех. Небось ничего, от всего защитил тебя сам. Ты мой преданта. Есть такие истории, у Багава там, история сошти прохладом, когда его истязал собственный отец, демон, тиран. Куда было деваться ребёнку, кому обращаются слить? Самое, самую возвышенное положение занимал его отец, был царем. Кто мог его защитить? Никто. Но сошти прохлад был преданта. Я разорвал его на кусочек. Он в такой ярости. Седьмое оскорбление, оно у нас в культуре, в крови. Я это стал понимать, когда пропад объяснил. То есть, человек совершает грехи и ошибки, позволяет себе. Потому что уже знает могущество святого имени, его очистительную силу. Ну, что ж тут такого страшного? Святым я всё очистит, это же не проблема грехи. Поэтому я буду немножко погрешить, какая проблема. Потом я очищусь. Пойду на киртан, повторю джапу. Всё. Вот это серьёзная пара. Конечно, если вы случайно совершите ошибку, грехи говорит, я тебя защищу. То есть, вы начнете так думать, это профессиональный грехи. Это аппарат, это серьёзно будет препятствовать в нашем духовном пространстве. Мы не позволяем по уму скатиться до такой концепции. Грехи текаются, грехи текаются, грехи текаются. Восьмое оскорбление, когда предные, опять же, в кожу опытные, опытные предные, он относится к воспеванию этого имени, как к разделу кармакандо-ведов. Что такое кармакандо? Это раздел, который помогает нам улучшить материальное положение. Специальные правила и ритуалы, которые могут нашу репутацию возвысить, наше положение в обществе, количество добродетелей, приобрести уважение и прочее, богатство. Даже до Чечерайской планеты можно при помощи кармаканды. Высоко. Но не эта цель. И смысл воспевания святого имени. Святые, Весгалоки, Вриндаваны, не с райских планет. Оно с высшей планеты, духовного мира, говорится. Поэтому не совершаем так же восьмое оскорбление. Не то, что мы хотим что-то получить из воспевания святого имени. Слава, признание, последовательность, богатство, деньги приносят они. Вот я и воспеваю характеристики. Я теперь для них гуру. Я не буду поддерживать. Это аппарат. Это не чистая бахтия. И такой человек не может услышать святое имя. Не может. Потому что сердце будет его закрыто. Девятое оскорбление, когда мы посвящаем неверующих в эти тайные секреты. Секреты бахтии. Мы не раскрываем всего сразу же людям. Мы говорим о здоровье, о семье, о благочестии, о спокойном сне. Так же говорим иногда. Хотите спать спокойно? Повторяйте корректичку. И, например, у вас беспокойства бывают в уме? Бывают. Вот повторяйте корректичку. Беспокойств не будет. Для новых людей это уже достаточно. То есть посвящение дается в святое имя только тогда, когда человек становится искренним в практике, принимая практику. 16 кругов, 4 принципа, это минимальный ускорбл. И он должен их освоить. Стабильный. Поэтому определенно говорим, мы следуем этому. То есть все наши кандидаты, они уже это делают. Уже несколько лет это делают. 2, 3, 5, то сколько. Но мы это уже стабильно делаем. Поэтому мы хотим получить посвящение, дать обеты. И в этом случае мы избегаем 9-го оскорбления. Десятое оскорбление. Сохранять материальные привязанности. Сознательно, держаться. Если человек спит, его легко разбудить. То есть претворяется спящим. Если кто-то сохраняет свои внутренние мотивы материальные, что с этим можно поделать? Это корень всех других пороков. Я и майор. Я сам господин своей жизни. Я сам решаю все свое. Мы развиваем преданное служение. Мы свою жизнь вручаем. Духовным учителям, гуру Парам Пари. Вайшнавам. И служению всем. Мы не сохраняем материальные привязанности. Если для служения нужно что-то отбросить, лишнее сердце, мы отбрасываем. Если для служения благоприятное, мы должны отбросить. Да и что нужно отбрасывать, скажите? Кроме плохих вещей. Ведь как раз нужно приобретать хорошие вещи, отбрасывать плохие. Чего жадничать? Есть неуверенность. Если я отброшу плохую вещь, а хороший придет, там хоть плохая была, понимаете? Но моя? Тоже соб. Они говорят, отбрось. А будет хорошая вещь. Гарантия. Расписку дадите мне. Трупа Госвами писала книги. Думал построить храм. Но не было ни копейки. Но он нищий садясь. И он сразу эту мысль отверг, потому что зачем мне заниматься храмом? Мне же не писать. Что мне было? У него было божество просто. Мадан Махана. Красивое божество. Он поэтому и подумал про храм. И тут же сказал, что у меня другая миссия. И по дороге нашел драгоценный камень. Ну надо же подумать. Что, может Кришна сам хочет, чтобы я построил храм? Взял этот камень, принес к себе в хижину. И писал книгу. И тут же снова подумал, да какой же храм? Нужно просить тогда книги. А это самое важное наставление в моей жизни. Моя миссия в писании книг. И взял его мусорное ведро и выбросил. И забыл тут. Большой драгоценный камень. Он-то забыл, а Кришну нет. А Кришна знал, что драгоценный камень лишь в мусорном ведре. У сына-то много с вами. И привел туда вора. Обычно вор не приходит к отшельникам. К нищим. Ну и богатого ворота. Но этот двор пришел к нищему. И сам не знает почему. И сказал, я тут вор. Давай все самое ценное сюда. Я граблю людей. А, впрочем, нет, нет, ты правильно падаешь, что пришел. О, у тебя Кришна послал. Вот там в бутырной ведре, посмотри. Там где-то, что-то, что-то. И вор очень удивился. Что-то ситуация. Поставил эту корзину, нашел драгоценный камень большой. Еще больше удивился. А, Садху даже не смотрит. Берешь, давай, иди, чтобы забирать. Нет, я подумал, вот здесь что-то не то. У этого Садху есть что-то по ценнее похоже есть. А раз он так относится к даруценному камню, что это есть более ценное. И он сказал, я не уйду, дорогой мой. Меня не обманешь. Скажи честно, у тебя есть что-то более ценное, чем этот камень. Я угадал. Точно. Ты такой умный человек. Я могу тебе дать более ценную вещь, но сначала выкинь вот этот камень. Прут. Это камень, прут. А ты же хочешь более ценное почитать, а? Ну, просто. Ну, Харе Кришна, ладно. Он рискнул так, извиняюсь. Он решил, что это человек. И Руба Гослави сказал, иди сюда. Давай свою правую руку. И сказал. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Рама, Харе Рама, Харе Рама, Харе Кришна. Но это был Руба Гослави. Я не могу так произнести. Что когда Руба Гослави это произнес, этот вор потерял сознание. Мы-то в сознании ведь ничего не касаемо. И он стал сразу же приятным. Он понял, что самое ценное. Это чистое приятное искривание. Эти действия оскорблении можно избежать легко. Просто слушая и слушая эту вибрацию. Приучая к внимательности. Это суть медитации. Удерживать внимание. И вы увидите, что внимание удерживать на стату несложно. Если вы пытаетесь просто. Но если вы привыкли не повторять невнимательно. Можете повторять действия на жизнь. И никакого результаты можете прийти. Мы даем обед 16 руководств и стараться внимательно. И Прабху Бхатко, если вы это будете делать, и избегать этих оскорблений. В это же иду. Мы снисушим. И мы снисушим. Спасибо большое. Шана Прабху Бхатко. Да. Ну теперь следующее у нас. Да.